Продолжение следует... 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 Вот, и вот то, что эти зоны триггерная и локомотор, и пастор формирующая, они распределены, это дало нам основание попробовать поуправлять, то есть воздействовать на ту систему, которая запускает движение, на систему, которая ее регулирует. И мы стимулировали разные зоны, и вот посмотрите, как спинальная крыса ходит при стимуляции двух зон, сейчас стимулируется L2 и S1 сегмент, сейчас лампочка здесь моргнет, и будет стимуляция, вот изменился паттерн при стимуляции только одного уровня L2, сейчас стимуляция выключится, это полное плеве, движения нет, включается один уровень, свой паттерн, добавляется второй, и идет в другом паттерне. То есть, на самом деле, мы научились управлять этим выходом воздействия на разные структуры мозга, причем эти системы настроены специфично на свои частоты, на свои характеристики амплитудные. Вот здесь я хотел бы показать тоже такое современное представление о том, из чего, из каких интернейронов состоят вот эти сети нейрональные. Это генетические исследования, которые позволили определить сейчас шесть типов интернейронов, которые отвечают за координацию, за альтернирующее движение, за ритм, за темп движения. И вот, например, если это нормальная мышь, которая подходит, у нее альтернирующая походка, диагональный паттерн, если нокаутировать интернейрон ВИХО, это интернейрон, который определяет комиссуральные связи между левой и правой стороной, вот она входит перед ними, в альтернирующем режиме, а задний галлопирует. Если еще заблокировать интернейрон, который отвечает за рецепробное торможение между мышцами антагонистами, животное не может ходить в альтернирующем режиме, только галлопирует, потому что у них нет вот этой координации межконечностной. Это пример того, как работают отдельные типы интернейронов, это, честно говоря, боноразвивающая область генетика локомоторного поведения. Но, чтобы запустить локомоцию, то нужна стимуляция либо структур мозга, либо структур ствола мозга, и вот я всегда об этом говорю, что пионерами были наши соотечественники, это Марк Львович Шик, Орловский, Сиберин, они в 16-м году описали локомоторную и энцефалическую область ствола мозга, стимуляция которой вызывала шаганье. Как писал Марк Львович, что при стимуляции обездвиженная кошка оживает, она приподнимается, встает на 4 конечности, и когда тридбан включается, кошка довольно хорошо локомотивирует. Вот это вот то, что она оживает в том смысле, что у нее появляется мышечный тонус, это такой ключевой элемент запуска локомоции, то есть без тонуса не будет движения локомоции. Дальше я буду говорить о взаимодействии постуральных и локомоторных функций и о регуляции отдельно, позы и локомоции. Ну вот первый вопрос, который мы поставили себе в нашей лаборатории, оценить возможности спинного мозга. Насколько спинной мозг может обеспечить полноценную ходьбу. И мы проводили исследование на десеребрированных животных, на спинальных кошках. Вот сейчас эта десеребрированная кошка, она зафиксирована только, у нее голова зафиксирована, у нее свободный таз, дается стимуляция спинного мозга. Вот то, что писал Шип, что она оживает и встает, здесь наглядно видно, но это уже при стимуляции спинного мозга. Вот она хорошо держит баланс и при стимуляции, при активации критбана, довольно хорошо локоматизм, очень координированный. И самое главное, так как у нее туловище свободное, оно может регулировать, именно контролировать баланс. Если этой кошке давать еще нарушать ее движение, ходьбу, очень быстро подстраиваться. Вот мы сейчас ее критбан смещаем лево-право, разные виды были нарушений, и десеребрированное животное очень быстро и эффективно координировало все эти нарушения. Это было важно доказать, что действительно десеребрированное животное может держать баланс, при стимуляции спинного мозга. Потому что считалось, что баланс это прерогатива ствола мозга-регуляции. И вот здесь показана вообще спинальная кошка, это полностью спинализированная кошка, которую мы тренировали, стимулировали и добились того, что это животное может идти самостоятельно, но сейчас споткнется и поправит свою ходьбу. Повторяю, что это спинальная кошка. Тут показаны графики координации между левой и правой конечностями, силой, опорой. Насколько есть еще интересный факт, что даже на уровне спинного мозга существуют не только обратные связи, но и прямые. То есть есть антиципация. Если посмотреть хорошо миограммы, то предыдущий шагательный цит. Уже там заложено, что будет в последующем. Ну и естественно было нам интересно изучить механизмы. Как таким образом мы запускаем все эти шагательные движения постуральные при стимуляции спинного мозга. Что мы стимулируем, собственно говоря. Ну это были модельные эксперименты, мы сейчас показываем. Я показываю свои данные. Мы тестировали, мы стимулировали спинной мозг, эпидуральный и накожно. И регистрировали ответы. И мы увидели, что существует два компонента. Это моносинаптический компонент и полисинаптический компонент. То есть моносинаптический компонент, он опосредован активацией аферентов группы 1А, самых толстых, которые при стимуляции дарзальных корешков. И более подний компонент с задержкой у кошки, у крыс, это 3 миллисекунды. У человека 12 миллисекунд, 12-15 миллисекунд. Вот этот компонент, он собственно говоря и отражает активацию этих сетей, полисинаптических сетей. И мы стали выяснять генез этих потенциалов. Ну, хорошо известно, что занимается локомоцией, что агонисты, нородеронидические афа-2 агонисты, они используются для стимуляции сетей нейрональных у животных. И очень эффективно, если воздействовать вот таким клонидином и делать питчин, то есть ущипнуть корень хвоста, то спинально животное может пойти. Вот, в общем, известно было, что это эффективный способ фармакологической активации генератора шагательных движений. Но удивительно, что когда мы стали сочетать стимуляцию спинного мозга, плюс введение этого клонидина, то животное вообще, локомоция полностью разрушилась. Вот так крыса спина находит при стимуляции спинного мозга, ввели клонидин, и локомоция полностью разрушилась. Когда мы ввели антагонист Йохим Бин, то животное замечательно зашагало. Вот эти опыты дали какой-то ответ на вопрос, через какие... Вот кошка пришла, наверное, тоже на это эксперименте. Аня, чип вам на трибуку можно пить и на стол. Через какие системы мы, собственно, воздействуем. И мы думаем, что при стимуляции спинного мозга в первую очередь происходит активация самых толстых афферентов группы 1А, и при увеличении стимула активируется вторичный афферент. И вот эти опыты на предыдущем слайде о том, что Йохим Бин облегчает локомоцию, а агонист, агонист, нординергический, тормозит. Это новостование говорит о том, что действительно мы активируем эти нейрональные сети через активацию афферентов группы 2. Ну, ясно, что локомоция обеспечивается не только внутриспинальными механизмами, но и она очень чувствительна к периферической обратной связи. И мы тоже такие исследования проводили на спинальных животных. Здесь показана спинальная крыса, которая мгновенно может менять свой паттерн при изменении условий локомоции. Вот сейчас локомоция происходит при скорости передбана 7 сантиметров в секунду. Меняется сразу же, как только мы меняем скорость движения передбана, и при остановке передбана крыса стоит и, в общем, держит свой тонус. Здесь показаны характеристики ходьбы, и здесь отложена фаза переноса, и фаза опоры. Здесь хорошо из графика видно, что фаза переноса не меняется, а в зависимости от скорости движения меняется фаза опоры. Более драматичные, что ли, или интересные оказались результаты, если мы вообще нарушали направление движения. Вот крыса вперед довольно хорошо ходит, но если, например, сделать реверс и запустить передбан назад, она может ходить, ну не ходить, а пятиться назад. А вот эта крыса, мы вращаем ее на передбан. Вообще вот она сейчас будет идти боком, вот она зайдет боком, что совершенно никак не типично для ходьбы этой крысы. То есть это все значит о том, что действительно периферийская обратная связь в условиях спинализации, она определяет паттерн ходьбы. Что очень важно, потому что мы сравнивали вот такие условия при стимуляции ствола мозга, и когда мы стимулируем с пол мозга, животные могли спить только вперед, не назад, не боком, только вперед. А вот... На мышку реагируют. Ну вот это заключение о том, что сенсорная обратная связь, сенсорная обратная связь в условиях стимуляции, она определяет моторный выход. Ну и, собственно говоря, можно ли обучить, да, и натренировать спинальных животных. Мы очень много времени и сил потратили на вот такие тренировки. Здесь показана спинальная крыса, которая вот так, так она спонтанно восстанавливает. Если ничего с ней не делать, посвятить ее в клетку, а потом так периодически ее тестирует, вот у нее восстанавливается лакомоция вот только в таком виде. Если же это животное сделает перерезку и вводит только один хайпич серотониновый организм, то уже вот такое сочетание, стимуляция плюс активация серотониновых рецепторов приводит к тому, что животное очень хорошо начинает лакоматировать. Еще лучше, и вот здесь показана кинематика, структура движения и кинематика конечной точки движения. Видно, что в начале это было некординированное движение, и через два месяца вот очень координированное движение появилось. Еще лучше, если вводить три агониста серотониновых рецепторов. Вот я говорил о том, что один агонист, который активирует триггерную систему, и два других, которые активируют паттерн, формирующую систему. В этом случае уже через 7 дней в финальной крыса вот как прикрабывала на финала ходить, а тут она просто чеканит шаг через два месяца тренировок. И в конечном итоге мы нашли такой коктейль из серотониновых рецепторов. Вот антагонист, антагонист норазеренергический. И обратите внимание, здесь показано животное, которое не стимулируется без фармакологии. Даже не мешает. Да, не заживно мешает. И то же самое животное так вот замечательно ходит, когда вводится такой коктейль и стимулируется на двух уровнях спинной мозг. По кинематике движения, по структуре, эта спинальная, эта ходьба спинального животного не отличается от ходьбы интактной крысы. Вот это все. Да, мы провели иммуногистохимические исследования с целью изучения и распределения сифоз нейронов. И здесь показаны данные интактного животного. Видно, что активируются в главном уровне дозальные рога. После перерезки и после финализации идет такой бурный рост этих тормозных рецепторов и увеличивается количество таких сифоз нейронов. И вот если тренировать и вводить еще антагонизм глициновых рецепторов в трехнинг, то можно уменьшить количество этих тормозных синапсов и как-то лучше сфорами. Здесь показано количество сифоз нейронов сегментов спинного мозга до и после тренировок. И вот наше представление, какие механизмы, как это все происходит. В норме вот эти два полуцентра, о которых я уже несколько раз говорил, вот они работают так ритмично и в альтернирующем режиме. Если сделать спинализацию и воздействовать фармакологически и стимулировать спинной мозг, то можно их активировать, эти сети, и запустить в остром периоде какую-то координационную ходьбу. Но в хроническом состоянии происходит такой бурный рост этих систем, тормозных синапсов. И уже стимуляция и фармакология вызывают некординированную такую спонтанную ходьбу. И тренировка локомоторная через активацию с периферической обратной связью, вот как-то она упорядочит, уменьшает количество тормозных синапсов и в конечном итоге приводит к тому, что опять восстанавливается такая координированная таньба. Вот такие гиборитические механизмы. Следующий вопрос, вообще можно ли произвольно запустить движение? Я думаю, что буду ускоряться, смотрю, что... У меня 45 минут, да? Да, да, нет. Вы позже начали. Хорошо. Вот эта интересная работа была выполнена в Швейцарии, в которой участвовал мой ученик Павел Мусиенко. Они сделали оригинальные такие исследования. Они прерывали все нисходящие системы с левой стороны и с правой стороны, оставив только небольшой интактный участок спинного мозга. То есть здесь нет нисходящих систем и здесь нет. Сеть находится ниже двух гривен. И были сделаны хорошие морфологические контроль. Действительно, это были сделаны такие гемисекции. Ничего там не оставалось нисходящих проводящих систем. И дальше эту крысу спинально тренировали, инициировая движение. И давали очень вкусный шоколад швейцарский. И она с удовольствием вот так бежала к этому шоколаду. И вот такая как бы инициация движения. То есть пытались научить ее инициировать движение. И в конечном итоге мы тестировали проводящие системы. Вот если в случае интактного мозга стимуляция коры вызывала очень хорошие ответы мышц задней конечности, после такой двойной гемисекции их не было. И в конце курса лечения, курса вот такой тренировки, произвольной активации вот эти появились. То есть произошла какая-то реорганизация образовательских дневных связей, которые позволили произвольной команде выходить через уровень поражения. Ну здесь такое видео. Я быстро покажу его. Второй показывает, как происходило, как мы говорим, тренировка, движение веществий. Дальше вводились отставка аналогии, поиски рецепторы, поиски рецепторов. Спинулировался на двух уровнях спинной мозг. И дальше это животное помещали в специальную систему поддержки робототехнического устройства, которое поддерживало крысу. И крыса на фоне стимуляции могла вот так замечательно ходить, и даже подниматься по лестнице. И вот сейчас вы это увидите. То есть такая произвольно регулируемая была ходьба. Ну вот здесь, дальше, ну хорошо. Там была схема, как происходят эти непрорастания, а образования новых связей. Ну, собственно говоря, об этом я уже сказал. Ну и дальше мы сделали следующий шаг. После этой крысы мы проводили исследование на обезьянах, которым тоже имплантировали такую матрицу электродную на андрозальную поверхность. И сделали одну гемисекцию. И стимулировали разные отделы спинного мозга тоже с целью запустить шагание, восстановить пораженную конечность. И вот вы видите, как обезьяна ходит сразу после гемисекции односторонней. И в этой же сессии, если стимулировать спинной мозг определенным образом, обезьяна уже начинает включать эту конечность в работу. И вот через месяц ежедневных тренировок так восстановилось движение у обезьяны. Сейчас эта работа тоже продолжается. То есть с надеждой, что сделать тоже две гемисекции, посмотреть вот эту же модель, о которой я говорил, на крысе. Ну и наконец я перехожу, собственно, ради чего это все было сделано. Мы это все транслировали клинические исследования. И они были проведены в начале Кентаки на этих добровольцах, у которых была верифицирована травма спинного мозга с полным моторным поражением, верифицирована клиницистами. И всем этим пациентам была имплодирована электродная матрица на торзальную поверхность спинного мозга между 12-м сегментом и 1-м сегментом. Эта матрица состояла из 16 электродов. И очень много времени мы стали на то, чтобы понять, как можно управлять функцией, стимулировав разные отделы спинного мозга. Была действительно большая была правильная работа, и мы научились управлять вот позой. Здесь показан пациент, один из четырех, которому стимулируется растральная, колдальная часть пластичного толщения. И на фоне такой стимуляции он может независимо стоять. Его подстрахуют, но вот он стоит независимо. Это довольно такой хороший результат. И если его попросить менять центр тяжести, что он делает в качестве тренировки, то видно, что в мышцах ног появляется такая ответная реакция. То есть спинальный пациент на фоне стимуляции мог запускать такие рефлекторные, постуральные реакции, которые регулируют позу. Без стимуляции этого не происходит. Здесь вот нет стимуляции, вообще нет никакой активности. Без стимуляции. Вот это один из самых жутких, лучших примеров. Дастин показывает, что на фоне стимуляции он может стоять независимо, держать одной рукой за перила. И вот так уверенно он стоит. Но самым неожиданным оказалось, что на фоне стимуляции можно не только восстанавливать функцию постуральную, локомоторную. Мы увидели, что у этих пациентов, у всех появились произвольные движения, что было для нас крайне неожиданно. Вот сейчас показано здесь и видео, и дальше я объясню миограммой, что на фоне стимуляции пациент может производить такие движения, сгибание коленом в суставе, в голеностопном суставе, левой, правой ногой. Более того, он может дозировать, это не просто рефлекс, какой-то бездролу рефлекса, дергивание. Он может дозировать свое мышечное усилие. Мы его попросили дать минимальное усилие и градуировать это усилие. И вот здесь показано, что он мог произвольно градуировать твое мышечное усилие. И здесь просили его сделать быстрое астреатурное движение, это тоже у него получалось. То есть это действительно произвольное управление, а не рефлекс там типа одергивания какого-то. Ну и если пациентов поставить на передбан, на дорожку и помогать им ходить по дорожке на фоне стимуляции, а затем попросить произвольно, помоги, усилий, они это могут делать. Вот здесь хорошо видно, что как меняется миограмма во время их произвольного усилия. Ну вот это все было, я рассказывал про имплантируемые системы. Это, конечно, не нейрореабилитация, это хорошая такая научная программа, научная работа. Всего 4 пациента, с которыми занимались очень много, с которыми много уложили средств, и вот добились таких результатов. Наша идея и задача была найти способы и подходы для реальной реабилитации, то есть доступной реабилитации. И мы начали разработать систему неинвазивной стимуляции спинного мозга. Во-первых, мы доказали, что стимулируя, вот здесь показаны ответы при эпидуральной стимуляции, а тут ответы при накойной стимуляции. Примерно тех же областей спинного мозга, но стимуляция накожная, которая просто наносилась над позвоночником. И ответы, если стимулируя раскрайленные части, то вначале активируются преимущественно максимальные мышцы, если немножко каудальные, то дистальны. То же самое, как и происходит при эпидуральной стимуляции. То есть эпидуральная стимуляция, накойная стимуляция, она может также селективно активировать сети, как и эпидуральная стимуляция. Мы большую серию исследований проводили на здоровых пациентах, великих луках, и вот в таких условиях внешней вывески ног или вертикальной вывески при стимуляции возникали непроизвольные движения. Это действительно непроизвольные движения, потому что пациенты испытуемые, они производили математическую задачу, они как бы свой мозг занимали решением математической задачи, были сфокусированы на этом. В условиях стимуляции возникали вот такие непроизвольные движения. Важно очень, что эти движения можно было усиливать при стимуляции разных отделов стенного мозга. Например, если стимулировать шейный отдел и поясничный, и два поясничных уровня, то амплитуду движения, как здесь видно, хорошо видно, действительно усиливается. То есть многоканальная стимуляция становится эффективной, такой кумулятивный эффект на сети, и это чрезвычайно важно для использования в реабилитационной практике. Я ускоряюсь, поэтому я что-то пропущу и покажу сейчас, как мы использовали ненадивную стимуляцию реабилитации. Это пять пациентов, у них тоже был поставлен диагноз в полное моторное поражение. И этим пациентам мы уже не имплантировали, а просто накладывали электроды в разные отделы спинного мозга и на кожу стимулировали. И получили тоже такой же эффект, как и при эпидуральной стимуляции. Здесь показана миограмма в первые дни лечения, когда они пытаются сделать какие-то произвольные движения, ничего у них не получается. Это уже миограмма после двух месяцев тренировки. И вот видно, что в этой муществе какие-то произвольные движения появились. А это движение и миограмма после курса лечения, которое составляло 18 недель. Мы на последнем этапе добавляли еще и фармакологию, гуспирон, это тоже не селективные, это не сертонийных рецепторов. И вот на видео видно, что пациент не мог произвольно двигать ногами на начальном этапе тренировки. И потом на фоне стимуляции у него появлялись какие-то движения. в ходе, а после 18-недельного курса лечения, без всякой стимуляции, без всякой стимуляции, вот сейчас вы увидите, он мог двигать вот таким образом ногами, а когда наносилась еще стимуляция, эти движения значительно усиливались. Вот сейчас вы это увидите. вот это движение на фоне стимуляции спинного мозга. Ну, а дальше это все были такие модельные исследования, подвески, вывески. А, собственно говоря, как запустить, как дать качество жизни улучшить этим пациентам. Естественно, мы думаем об этом и проводим исследования, реально тренируя в начале позу. Вот это пациентка, у которой шейный отдел, который не мог сидеть, вот он не мог сидеть, его все время поддерживали, и когда его просили отклоняться вперед, назад или влево, он падал, и далее мы стимулировали спинный мозг и тренировались таким образом, чтобы он мог научиться вот держать активность мышцы туловища, держать там, держать контроль туловища. И вот сейчас он разогнулся, потому что идет стимуляция спинного мозга, у него такой образуется на фоне стимуляции мышечный корсет, но это не за счет только мышечного корсета, а за счет того, что мы все-таки активируем спинной мозг. Я могу об этом дополнительно как-то дать пояснение. И в конечном итоге мы и поставили, вот они стояли, эти пациенты на фоне, на кожной стимуляции лучше, чем, поверьте мне, лучше, чем при эпидуральной стимуляции. Для этого молодой человек мог делать себе селфи левой рукой, правой рукой. Он настолько уверенно мог стоять на фоне эпидуральной стимуляции. Ну и вот конечная стадия, это научить ходить, да, и дать вот действительно возможность передвигаться. Это Алена, девочка, которая, ну и девушка, она была чемпионкой Европы по снову городу, разбилась. И вот так она начинала ходить, сделали специальные ей такие ходунки. И вот смотрите, как она ходит, когда мы ей стимулируем спинной мозг. Она может себя проталкивать, она может довольно хорошо выносить ногу. И чему свидетельствует миограмма, идет стимуляция, и миографическая активность во время ходьбы мучительно усиливается. Вот эти наши последние разработки, и мы их интерпретируем таким образом, что действительно вот этот диагноз полный моторный парализ, полное моторное поражение, он не совсем, наверное, правильный. Мы теперь можем об этом говорить. Это верно, что нефункциональная эта система, это не анатомический перерыв, какие-то волокна остались. И наша задача, и я думаю, что вот то, что я показывал, мы думаем о том, что мы можем их реанимировать, мы можем их из нефункционального состояния перейти в функциональное, и тогда вот эта система может запускать ту синергию, которая тоже нами управляется при стимуляции мозга. Вот это сочетание возможностей нисходящего, восстановления нисходящего контроля на фон, на систему управления вот дает те эффекты, которые я говорил. И последний мой слайд, это мы сделали такую русскую, я хочу повторить, русскую методику. Все то, о чем я говорил, мы реализовали и вложили вот в эту систему реабилитации. Мы сделали устройство, которое перемещает конечность пациента. Мы дали ему тот же фармакологию, и мы проводили механотерапию стимуляции спинного мозга и плюс фармакологию. Мы провели клинические испытания, получили лицензию, и сейчас эта система проходит такую апробацию в разных клиниках. И я очень надеюсь, что это будет действительно эффективная русская повторяющая методикация. Благодарю за внимание. Мои коллеги, взаимодействую лабораторию в Калифорийском университете, Реджи Эльжетон, наш аспирант, два моих ученика, Павел Мусиенко, Игорь Лавров, это ректор Великолусской академии, где мы проводим исследование на здоровых людях. Это хирурги, которые имплантировали электроды животных. Спасибо. Спасибо огромное, Великолепно. Вопросы к Алине. Да, Денина Георгина. Когда Вы показаете схему, я понимаю, что это очень большое прощение. Но, по сути дела, это ведь координация положений нескольких суставов. Забедренный, коленный, доленостопный. А вот насколько положение стопы контролируемо таким способом, и есть ли там какие-то особые сложности. Это же существенно для меня. Вы говорите сейчас про тренажер, да? Да, но во всей этой системе реабилитации насколько вот эта проблема может быть важной? Это принципиальный вопрос, да. Спасибо за него. Действительно, мы хорошо знаем, что вот эта вся система, система опорных реакций, да, система анлоудинг-рецепторов, чем очень эффективно занимается Инна Георгина Козловская. Она сделала специальный, они сделали специальный стремлозор для активации рецепторов стопы, и очень эффективно используют и время космических полетов, и в реабилитации после космических полетов. И мы с ней тоже сделали серию исследований, когда сочетали стимуляцию, механическую стимуляцию опорных поверхностей стопы плюс стимуляцию спинного волна. Мы это делали на здоровых пациентов. Мы планируем вот в этот новый тренажер добавить и стимуляцию тоже стопы. Это чрезвычайно важно. Это вообще тоже как триггер с периферией. Мы рассчитали, сколько нужно примерно для оптимальной активации этих рецепторов необходимо, примерно 40% поддержки веса тела. И вот тогда пациенты идут лучше, вот им при 40%, ни больше, ни меньше. И мы думаем, что это связано с активацией этих рецепторов. И мы на животных тоже показали, что если менять вот эту как бы опорную реакцию, то есть определенные условия, когда наиболее эффективно можно регулировать позу и локомоцию, активируя рецепторы стопы. Это очень важно. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Еще вопросы? Спасибо большое. Позьмите, пожалуйста, вот именно долговременное вот это прогрессирующее восстановление у пациента в собственной способности движения происходит за счет о каких-то синаптических перестроях в структуре самой нейрональной сети или еще чего-нибудь? Ну, мы думаем, что как бы и то, и другое. И много данных в обзыводных о том, что да, все реформируется сеть. И у нас не только сифоз, а бенгиновые нейроны мы делали, смотрели. Что да, тренировка, мало того, что упорядовать от активации этих нейронов, структурно реорганизует, потому что мы сравнивали спонтанное восстановление с такой направленной тренировкой, как изменять систему спинного мозга. У пациентов, вот этот пример такой, что все эти пациенты, о которых я рассказывал, они продолжают тренироваться. Вот с имплантированными электродами они пожизненно, у них стоят электроды, в вышине у них стоит стимулятор, и они живут, и они на самом деле так адаптировались, у них есть специальные режимы для того, чтобы если им нужно встать, они стимулируют определенным образом, и тогда он может стоять. Если им нужно пойти в туалет, тогда он все будет иначе, и у него там все хорошо получается. Ну и так далее. В случае с нахоженной стимуляцией, это первая работа, они начались совсем недавно, буквально две-три статьи, мы вот только успели. Мы планируем тоже сдавать им микро-стимуляторы, такими мини-стимуляторы, чтобы они в условиях дома тоже поддерживали себя и продолжали тренироваться, стимулировать. Если не стимулировать, я сейчас затрудняюсь сказать, как это происходит, регресс, вот эти вот этой функции, просто пока нет опыта. Спасибо. Борис Кириллович. Юрий Петрович, вот такой вопрос. При спинальных поражениях очень часто врачи обращают внимание на спастические изменения. Скажите, пожалуйста, вот ваша стимуляция, она как-то вот, что происходит с этими зонами мышечными, которые подвергаются спастическим изменениям? То есть повышенному тонусу, гипертонусу. Ну, как раз они, тонус не повышается, понижается у них на фоне стимуляции. Я говорю, что мы занимались именно моторным контролем. И отразно, что эти пациенты, они писали свои наблюдения, и они все описывали, как качество жизни улучилось, как они стали термочувствительны, у них мочеполовая система улучшилась. Этим мы специально не занимались. Вот сейчас, после того, как мы увидели, что даже стимуляция тех зон, которые ответственны за моторную функцию, тем не менее, вот приводит к улучшению висцеральных функций. Что касается вашего вопроса, то я на себе, что называется, действительно очень спастичный пациент. Когда мы укладываем в эту горизонтальную вывеску, очень трудно согнуть ноги. Но как только дается стимуляция, в 30 Гц, сразу тонус меняется. Мгновенно, по-чистому мгновенно меняется тонус. И, собственно говоря, эта стимуляция была придумана, эпидуральная, для лечения болей и регуляции спастичности. Поэтому, да, после курса она, бывает, восстанавливается, и такие долгосрочные эффекты спастищи. Мы это используем как раз, нам это очень важно, иметь хороший тонус для того, чтобы пациент стоял. Без тонуса он стоять не будет. И мы как раз, вот я все время повторяю, и хочу еще раз сказать, что все очень специфично. когда нужно регулировать вертикальную стойку, то мы стимулируем определенным образом, определенными частотами, амплитудами и зон, для того, чтобы вызвать вот такую экстензию, мышц экстендерную, тогда он хорошо стоит. Вот. Для локомоции совсем другие характеристики. Поэтому тонус, вот, он очень важный, да, и если мы научимся ему управлять, то мы сможем и регулировать, собственно говоря, моторный выход, будь то поза, будь то локомоция. Стимуляция отдельно на нейрональном уровне требует, во-первых, очень строгой локализации именно поля стимулированного рак, и второе, в общем, верификации после эксперимента, что вы стимулировали. Мы занимались симуляцией вибристой зоны в коре крысы, и увидели, что это страшно трудно. Это в лаборатории доктора Абулцы, Домагулцы, в Medical School в Осетоне-Университете. Это очень трудно. Как бы вы решали эту проблему? Ну, да, вот я пытался такую эволюцию показать от крысы, кошка, там, обезьяны. Все время, конечно, мозг анализировался, вот, и зона стимуляции, чтобы не было некрозов, и это были и острые специальные опыты, какие токи вызывают ли некроз тканей, вот, и это все сделано было, контролируется все время температура под электродом, и мы знаем, то есть мы знаем критический уровень температуры, когда могут начаться хотя бы изменения кожного покрова, вот, такой контроль, безусловно, был сделан, но эпидуральные эти стимуляторы, они ограничены 10 вольтами, то есть больше 10 вольт нельзя подать человеку на дерзальную поверхность спинного мозга, и их стимулировали по часу, конечно, слава богу, что не появилась возможность проанализировать их спинной мозг, но я уверен, что иначе бы менялись ответы, потому что еще тестируется, каждый раз тестируется возбудимость этой зоны, и если, например, что-то происходило бы там, и был бы некроз, то возбудимость бы изменялась, это было хорошо видно по этим ответам, рефлекторным ответам, которые каждый раз перед каждой сессией анализируются и сравниваются, какая кривая в лечении была до и после, поэтому вот такие косвенные показатели дают основание говорить, что мы мозг не повреждаем. С нахоженной стимуляцией проблема действительно есть, проблема есть, и я просто недосадка времени не говорю, какие мы сделали хитрые токи, эти токи, там они заполнены высокочасотной составляющей, поэтому они дают анализирующий эффект, и еще очень хитрые там такие хвосты, чтобы не было реполяризации электродов, чтобы там не возникал потенциал. Я думаю, что это последний ваш. Скажите, пожалуйста, у вас были опыты с гемисекциями спинного мозга и с восстановлением потом моторики. А что касается чувствительности, как там происходило что-нибудь, изменения какие-то? Это одна часть. И вторая часть этого же вопроса, это насчет того, что сейчас где-то в литературе проскакивали какие-то данные о возможности регенерации вообще, что-нибудь вы на этот счет можете сказать? Ну, все гемисекции ясно, что это делалось на животных, и вот на этих обезьянах, которые, ну, крыза, понятно. Но мы мерили, да, мерили. Ну, это, так называемый, это шлем по герматомам. Мы пытались вот эту пробку про спинальную чувствительность по герматомам определить. И вот когда она заходила, ну, это очень-то любитетно, то есть она пищит, не пищит на... То такое впечатление, и хорошо, что делаем не мы, а независимые врачи или там ветеринары, и мы даже не знаем, нам просто говорят результаты. Вот это честное такое слепое тестирование. Они говорили, что когда обезьяна восстановила ходьбу, вот это, то чувствительность там у них улучшилась. Вот. В отношении регенерации, действительно, сейчас очень, тоже это очень бурно, это, значит, делают специальный гель, да, который вот туда вводит в область поражения, и специальные трубочки с таким гелем, который дает направляющиеся на фоне стимуляции. Я вот это, честно говоря, верю, и основанием для этой веры является то, что мы стимулируем ниже, то есть у нас есть таргет, мишень, мы возбуждаем эту систему вот ниже, и тогда, в общем, по принципу этих стволовых клеток им надо дать направление, таргет, и мы делаем за стимуляцией. И я видел их, пока не функциональные, а такие анатомические, есть связи, что как через уровень, врачи, глию там, и вот это пока не функционально, но анатомически такие вот, как бы, регенерацию такую показывают. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Спасибо. Спасибо.